Воскорнажем 3-2 и 1-2 стихотек очень сильно болеют. И даже какое-то время просто находит от стихотек, и сейчас появилась возможность наконец любоваться полом. Его покрывают специальными средствами, у нас учрежденный воскотек, и обезопасен. Воскорнажем 4 опорных столба – это пилоны, и они делят внутреннее пространство направо на 3 НЭП, и за этим двумя колонками вы видите в южный НЭП, сами находимся в Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. И конечно нельзя не заметить, что с неба с Ай-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Здесь площадь покрытия составляет 7000 км. Из-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Это самый крупный из этих двух двух сих пор. Давайте сейчас посмотрим на этот базар. Это изображающие преображения, изображающие его представки в виде ровного метра, или по-гречески в фото-кадрах. И это на основном, вы слышите на косминал, в оригинальной сезон. Харламо. Здесь художник, работающий в Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Причем можно эту технику увидеть. Смотрите на это свиста. Темный свет был цвет кожи. В лицо такой фунт, который проектовый, с черной и огромный, черный глаз. Крым, пришли прямо с нас. Причем, куда бы мы не находимся, где-то на места будет падать. Давайте пройдем немножко вперед. И эта мозаика, это самая. Ее площадь составляет 6,7 мм. То есть примерно размер стандартной трехкомнатной квартиры. Сейчас подошу с вами. В спасенной крови было отдано предпочтение мозаике, как более долговечной. Но там пошло с поменем. Или потом с детской, которыми обычно церковь украшают. А потому что рост здесь, она хранится в полной нескольких десятилетий. И в центре удачащих начинает горбиться. Мозаика же платья. Будет вас после пробора мозаики. Зимой и на трапе. Причем нужно ждать. Когда мозаичист работает, в этом способе набора, у него есть картина, оригинал, которую он должен скопировать до дальнейших этапов. То есть мозаичист должен выложить точку на другую картину из кусочка с мальтой. С кусочкой цветного непрозрачного стекла. Как маленький квадратик. Поэтому, чтобы передать степень, для выяснения, мозаичист использует огромное количество оттенков с мальтой. От того цвета может доходить до 100 и более оттенков. Поэтому один квадратный метр такого мозаики, даже нескольких мозаичистов, будет выполнять в течение целого года. Здесь еще 7000 квадратных метров. Как думаете, могли бы они быть выполнены за 7000 лет. Конечно, не могли. Они были на потенциальном месте. Именно потому, что набирались уже обратным способом набора. При этом способе мозаичист не видит с его стороны своей работы, а набирает ее с обратной. Перед ним находится каркас, каркас измельчина с кальпо. На кальпо выяснение, рядом с ним, конечно, стоит оригинал, который копирует мозаичист. И он выкладывает кусочки смальты, уже лицевой стороной вниз, на кальпо. Поэтому в зеркальном отображении. Поэтому он работает на кальпо. И за счет этого оригинального мозаика сложная картина, живописная, а более простая картинка на кальпо. Например, давайте вспомним на мозаику. Видите, черный картинок. У всех складок. Все это сделано сами, чтобы сохранить количество их переходов, световых и световых. И, кстати, соглашается на существовательство самой смайки. И соглашается время работы. После мозаики заканчивает набор. Все занимается микроном. Переворачивается. Калька смывается. И уже этот картинок вебется на стене. Причем, обратите внимание, видите, что белые стыки, да? Каждая такая крупная мозаика делится на более мелкие части по метр-полтора. И собирается отдельно. Затем вебется на стене. И уже на стене вот эти стыки накладываются кусочками смальты уже прямым способом набора. прямо на стене. Но все равно как бы такие различные виды в данный момент. Большая часть мозаик спасенных травян была набрана мозаичной мастерской братьев-головов. Это была первая мозаичная мастерская частная, которая возникла в России в 15-15 века. И она победила в конкурсе на создание мозаиков, обойдя при этом немецкие виды, итальянские, которые на мозаике скатализируются именно потому, что имену предположен совершенно способ обратного набора мозаики, который в 6 раз быстрее прямого, и, конечно, он намного интереснее. И вся центральная часть справа рассказывает нам новозаветную историю. Южная стена знает сюжеты от Рождества до Крещения Христа. Крещение его в 30 лет, а Северная рассказывает нам о чудесном деянии Христа. Сейчас давайте поближе сон в Северных стене и не найдем. Андрей.